Всем привет, здравствуйте, с вами Лера, добро пожаловать на канал, и сегодня мы наконец-таки посмотрим рабочие тетради по математике, сегодня 2 сентября, у нас была первая работа, чистенькие тетради мы уже успели заполнить некоторыми номерами, какими вы сейчас узнаете. Кому нравится контент такого формата, не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прожимать лайки, потому что обратная связь это очень-очень важно, также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании, ну а мы наконец-таки дождались этого момента, мы все вышли в школу, в учебные процессы, и давайте уже наконец-таки поедем, да, поехали? Всем привет, здравствуйте, наконец-то у нас с вами ролик по проверке рабочих тетрадь, тетрадь, рабочих тетрадей, сегодня у нас была математика, сейчас я покажу вам учебник, очень классный, это вот мой, тут вот математика, тут вот пример, пожалуйста, это то ли медведь, то ли мышь, это заяц, и вот первая часть. На самом деле она немножечко поиспользованная, потому что здесь вот страничка заменена, например, вот, и прям сразу, тут вот условные обозначения данные, которые никто никогда не учит, которые никто никогда не знает, никто никогда ими не пользуется, напишите в комментариях вы когда-нибудь условными обозначениями вообще пользовались, ну как бы, ну плюс-минус. Тут у нас идет тема, значит, числа от 1 до 100, сложение и вычитание, продолжение, то есть это вытекает из конца второго класса, то есть мы во втором классе использовали, ну, сложение и вычитание, да, изучали, и в третьем классе мы тоже продолжаем изучать сложение и вычитание, от 1 до 100. Здесь у нас вот такой вот зайка, потом уравнение, которое при желании, пожалуйста, вот, как бы, хотите решайте, хотите нет, избушка на курьих ножках, и нам тут дают задание, да? Да, мол, вспомни устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел, и чему мы научимся находить неизвестное слагаемое, уменьшаемое и вычитаемое, обозначать геометрические фигуры буквами. То есть вот сегодня в начале урока, когда мы только-только, вот, как бы, вообще весь урок у нас, ну, не то чтобы весь, но минут 15 добрых у нас ушло на сдачу, знаешь, там, контрольных тетрадочек, на подпись тетради, на проверку подписи учебников, на подписи тетради, как я уже сказала, да? То есть у нас такое вот сегодня второе, сегодня пятница, мы так потихонечку, полигонечку, мы договорились, что с воскресенья, с понедельника мы прям займемся стопроцентно, да, прям со всеми силами, вплоть до седьмых, восьмых уроков, ну, ладно, восьмых у нас нет, до седьмых уроков, вот, а сегодня у нас такой входной день, довольно-таки лайтовенький, и поэтому, как бы, урок тоже надо с чего-то начинать, да, вхождение в работу, поэтому подписались сегодня тетради, вспомнили. Правила и так далее, как сидеть, как писать, и кто, у кого будет висеть локоть, знаете, тот будет укушен за нос, моя самая любимая угроза. И я у них спросила, да, что, как называются числа при сложении и вычитании, вот, про сумму они мне вспомнили, ну, почти сразу, да, первое слагаемое, второе слагаемое и сумма, а вот с разностью были небольшие проблемы. Я у них, значит, спрашиваю, ну, написала пример на доске, вот, и показываю, значит, на цифры, на числа, да, соответственно, говорю, вот это что, это что, это что? Молчок, молчок. То есть я всегда знала, что вычитание, оно гораздо сложнее, чем сложение, да, поэтому, как бы, неудивительно, что мы его не запоминаем, что уменьшаемое, вычитаемое, разность, ну, вроде как повторили, вроде как запомнили. Вот, находить неизвестное, слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое, то есть, как бы, вот это мы вспоминали. Дальше мы перелистываем страничку и встречаем вот это вот все красоту. Вспомню устные и письменные приемы сложения и вычитания, это мы повспоминали, конечно. Конечно, у нас здесь на полях, вообще так приятно вернуться к учебнику по математике, боже, обожаю математику, обожаю вообще свою работу, я очень скучала по урокам, по доске, по мелу, вот по всему, абсолютно по всей этой атмосфере. Поэтому очень я соскучилась, очень мне круто, очень мне сейчас классно, прям я в эйфории какой-то, хочется прям петь, кричать всем о том, что, господи, я счастлива, спасибо, что я нашла свое призвание, спасибо, что я нашла, что я когда-то пошла в пет, просто, ух, обожаю. Хорошо, значит, мы выполнили два задания, это первое, вычисли с устным объяснением, да, вот это вот все, и выполнили третье, найди значение каждого выражения. Что еще интересно, я спросила, а что значит найти значение каждого выражения, ну вот что это такое, ну вот как это, что значит, что нужно тут делать, молчат. Я думаю, ну ладно, давай по логике говорю, что здесь у нас есть, они такие, ну слагаемое есть, уменьшаемое есть, вычитаемое есть, я говорю, а чего не хватает? Они мне говорят, ответа, мол, да, ответа, я говорю, ну конечно, а как по-другому еще называется, ну вот сумма, вот разность называется, я говорю, а еще это называется значением. То есть, когда вас просят найти значение выражения, значит, нужно просто посчитать и написать ответ, вот таким вот образом. Вообще математика очень хитрая, у нее одно и то же может тремя разными словами обозначаться, да, как бы вот так вот. Выполнили тоже с объяснениями, значит, начали объяснять, потом они самостоятельно писали, и затем уже мы на доске все проверили. Ой, хочу зевать, ой-ой-ой-ой, позевота, позевота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, надеюсь, у нас нет Федотов, Яковов и никто не будет сейчас зевать. Итак, ну что, перейдем, вычисли с устным объяснением. Мы здесь смотрим, сейчас я все это буду вам объяснять, да, что вот это такое, почему вот как бы таким образом. Еще хотела вот это разобрать, но уже не успели вообще, что-то мне кажется, уроки такие короткие, ужас какой-то. Вот прям вообще, у меня сегодня день пролетел, знаете, какая-то вот пшик и все, и нет дня. Казалось бы, да, почему, ну, как бы, вроде бы, ну, 4 урока моих, вроде я должна устать, но, видимо, во мне еще есть силушка богатырская, что я пока это... У меня вот тут лежат тетрадочки, вот они, я уже тут себе одну цепанула с самого края, ну, вернее, с самого начала, думаю, будь что будет плохого, думаю, тут точно не будет, а какая разница, плохое, хорошее, все равно все покажем. Потому что дети бывают разного уровня, и, в принципе, люди должны понимать, и меня смотрят и коллеги, и родители, и сами дети, и что вы должны понимать, что уровень разный, и учатся дети по-разному, и то, что, например, легкая тема для кого-то, для кого-то она может быть сложной, и наоборот, и так далее, в общем, специфическая вообще вся эта, вся эта штука. Итак, учились, вспоминали, давайте с вами тоже вместе вспомним, да, что мы отступаем одну клетку, ведем, пишем дату, 0, 2, 0, 9, потом как-то паль... Ну, сначала дату написали пальчиками, ты-ты-ты, находим глазками середину, отмечаем классоса, на-я-ра-бота, классосная работа. Ой, кто-то визжит, кошмар какой. Через закрытые окна слышно, как кто-то визжит. Классная работа. Номер один, вот он у нас номер один. Итак, 27 плюс 40. Для того, чтобы нам удобно было сложить, у нас вообще существуют разряды чисел, да, у нас есть единицы, они с конца, вот, вы скучали по старой ручке? Единицы, они с конца, да, и вторые идут десятки, соответственно. У нас единицы складываются с единицами, а десятки у нас складываются с десятками. И вот у нас 27 плюс 40. Как нам удобно разложить, вообще я всегда говорю, что круглые числа всегда складывать легко. Я вот сегодня пример приводила. Говорю, вот вы когда пришли в первый класс, вы ведь даже до 20 некоторые считать не умели, да, до 50. О, любимые звонки. До 50 считать не умели, да? Как бы, ну, извините, вы чисел не знали, цифры не знали, вот. А уже миллиарды складывали. Говорю, уже 10 тысяч плюс 10 тысяч будет 20 тысяч. 100 миллиардов плюс 100 миллиардов будет 200 миллиардов. Говорю, вы почему так хорошо складывали какие-то миллиарды, хотя до 20 считать не умели? Потому что круглые числа легко складывать. Конечно, круглые числа легко складывать. Складывай нули, да, складывай, да, десятки только считай и нули прибавляй. Вот точно такая же здесь система. Нам, чтобы легко было сложить, нам нужно 27 разбить на десятки и на единицы, потому что круглые числа складывать всегда легче. Нам легче к 20 прибавить 40, да? 27 это 20 и 7. Дальше смотрим. Сначала к 20 мы прибавляем 40, это получается у нас 60. Опять, как легко. 2 плюс 4, 6 и 0 добавляешь. 60. Потом к 60 мы уже прибавляем вот эту вот семерку и получается 67. Совершенно верно, правильно. Дальше у нас идет 18 плюс 6. Ага, а почему? А, вот, все, на 6. Угу, тут вот ошибка. Видите, в скобочку взял ребенок. 18 плюс 6. Нам нужно 18 довести до круглого числа. Если это у нас плюс, значит мы доводим до круглого числа вперед, да, прибавляя. Если у нас это минус, значит мы доводим до круглого числа, вычитая. У нас с вами 18. Как нам довести до круглого числа? Конечно же, ну круглое число это 20. Первое, да, что нам попадается. 20. Сколько не хватает от 18 до 20? 2 не хватает. Ах! Вот это совпадение. У нас оказывается шестерка делится на 2 и на 4. Ничего себе, да, вот это совпадение. И мы доводим до круглого числа. Мы 18 прибавляем к 2, ну или 18, правильно что говорю? Господи. 18 прибавляем к 2 или 2 к 18. От перестановки слагаемых сумм чисел не меняется. 18 плюс 2 получается 20. И у нас, видите, вот это мы складываем. Вот это, вот таким образом. И к 20 мы прибавляем еще 4. И получается у нас по итогу 24. То есть 18 плюс 6 будет 24. Понятно, что мы взрослые, это делаем уже как бы в уме. Да? Мы делаем это как... Вот лично я в уме разбиваю единицы, чтобы довести до круглого числа. 18 плюс 6. Я сразу, ага, 6 это 2 и 4. Сразу 18 плюс. То есть у меня это в голове быстро происходит. Хоть я очень плохо считаю на слух. Знаете? Я приверженец тетрад. Как приверженец черновиков. У меня ментальная математика довольно-таки плохо развита. Но плюс-минус это же все очень быстро у нас происходит. А деткам для того, чтобы научиться быстро считать, приходится вот так вот расписывать. Поэтому не удивляйтесь. Дальше. 54 минус 9. Ну, со сложением у нас все более-менее просто. А вот с минусом у нас возникают некоторый ряд проблем. Да? 54 минус 9. Мне ребенок говорит, а где это же невозможно? А невозможно? Как тут довести до круглого числа? Я говорю, в смысле как? У нас с вами есть 54. Если у нас минус, значит нам нужно считать до круглого числа назад, в обратную сторону. То есть вычитать. 54. Чтобы было круглое число, нам нужно вычесть 4. То есть до круглого числа 4 лишние. Что должно получиться? 50. Как нам убрать эту четверку? Мы идем к девятке. Ах, вот это повезло! Оказывается, девятка делится на 4 и на 5. Состав числа-то, да. Итого мы из 54 отнимаем 4, да? И получается 50. И получается 50. И 50 минус 5. Вот это вот еще осталось. Да? 50 минус 5 получится 45. Верно. Тут тоже все правильно. Вот видите, где ошибка? Сразу в скобочке. И выглядит все довольно-таки аккуратно. Все, опять начала ролик записывать. Опять у меня это. Хрип. Хрип. Пошла в разнос. Дальше. Дальше. 63 минус 20. Вот тут уже немножечко, конечно, это... По-своёобразному посчитать можно. 63 минус 20. 63 минус 20. Нам легче из круглого числа отнять круглое число. У нас 63. А если у нас минус, значит, нам нужно довести до круглого числа в обратную сторону. То есть назад. То есть как бы вычитать тройку. Да? Нам ее нужно убрать. Но как бы мы должны делить 63 на эти разряды, на состав числа. Будет 60 и 3. Правильно? Правильно. Мы из... Ой, накуролесил. 63 минус 3. Нет. Вот не дописал ребенок. Мы из 60 должны отнять 20. Видите? Мы везде единицы разбивали. Ну, вот тут в случае с плюсом десятки тоже. А тут на минус мы разбиваем десятки. Тут немножечко по-другому. Мы 60 вычитаем 20. Из 60 вычитаем 20. Да? И у нас получается 40. И уже к 40 мы прибавляем 3. И у нас получается 43. 63 минус 20 будет 43. Ну, вот такая вот. Видите? Небольшая ошибочка. Ничего страшного в этом нет. Вот такое вот задание первое. Да что у меня с голосом? Боже мой. Как мне сесть, чтобы у меня было нормально с голосом? Э-э-э. Я как эта бабка-ешка. Так, все. Тут у нас была только лишь одна ошибка. Ну, ничего страшного. Первый денечек, да? Номер 3. Номер 3. 32 плюс 7 равно 39. Правильно. Складываем единицы. Я прямо на доске им писала, говорю, это единицы, это десятки. Это тоже единицы. Какой закон у нас есть в математике? Единицы складываются с единицами, десятки складываются с десятками, сотни, сотни, тысячи, тысячи и так далее. То есть мы складываем единицы. Ну, это совсем просто. 2 плюс 7. 7, 8, 9. На линейке посчитай. 9. Мы через десяток перешли. Был переход через десяток? Нет, мы остановились на девяти. Мы не зашли на другой десяток. Значит, тройка остается? Остается. Значит, получается 39. Все правильно. 49 минус 4. Получится 45. Опять единицы от единицы отнимай. 9 минус 4. Будет 5. Мы перешли через десяток. До тройки дошли? Нет. У нас остановилось на 5. Еще 5 в запасе. Значит, четверка будет меняться? Нет. Четверка меняться не будет. Значит, останется 45. Все правильно. Здесь мы 3 клетки отступаем. Сегодня мы все это повторяли, конечно же. 57 плюс 6. 57 плюс 6. Опять. Это у нас точно так же, как и здесь. Нам нужно довести до круглого числа. 57 нужно довести до 60. Да? Это у нас... Мы идем к шестерке. Шестерка у нас как раз по совпадению 3 и 3. 56 плюс 3 будет 60. Да еще 3. 63. Все правильно. 28 плюс 4. То же самое. 28 нужно довести до круглого числа. Если это плюс, значит вперед. Значит, до 30. А у нас четверка как раз по совпадению делится на 2 и 2. 28 плюс 2 будет 30. Да 30 плюс 2 будет 32. Правильно. Дальше. 32 минус 8. Получится 24. Да? Как опять доводим до круглого числа, потому что с круглыми числами работать гораздо легче. 32 нам нужно избавиться от двойки. У нас как раз делится на 2 и 6. Да? 6, 7, 8. Да. 8 делится на 2 и 6. То есть мы 32, вычитаем 2, остается просто 30. И 30 минус 6 получается 24. Все правильно. 56 минус 9. Точно так же. Нам нужно избавиться от шестерки, доведя до круглого числа 56. 9 это 6 и сколько? 3. Да? Да, совершенно верно. Когда я говорю, да, совершенно верно, это значит, я сама себя одобрила, потому что в голове может быть каша. Я тут себе еще это, слышите, розетта, расписываю сижу, потому что, чтобы не ошибиться, чтобы аккуратно все в голове было, я себе еще пишу, расписываю. Это я на урок себе написала, ну вот это вот все, вспомогашку себе, чтобы быстренько так раз-раз-раз, то есть чтобы тоже не ошибиться нигде, все-таки человеческий фактор, всякое бывает, да. Ну и плюс, когда к уроку готовишься, тоже себе всякие конспекты записываешь, прорешиваешь задание. Ты не можешь прийти на урок с непрорешенным заданием, просто знаете об этом коллеги, родители, дети, просто мы всегда решаем задание. И я тут сижу себе тоже, видишь, красную ручку расписываю, вот такая вот я ответственная мадама. Вот, на чем мы остановились-то? Что 56 минус 6 будет 50, и 50 минус 3 будет 47, правильно. Тут у нас 2 клетки вниз, не 3, у нас здесь 2 клетки вниз, то есть мы поднимаем. 20 плюс 65 равно 85, ну точно так же, да, что 60, 20 плюс 60, 70, 80, да еще 5, 85. 70 минус 38 будет 32, ну опять, 70 минус 30 будет 40, и 40 минус 8 будет 32. Дальше, тройка, кстати, у нас немножечко, ну тут, видимо, на двойке, но надо было зачеркнуть. Ну и тут совсем плевое дело, 18 плюс 0 будет 18, 26 минус 0 будет 26. То есть от того, что мы вычитаем 0 или прибавляем 0, мы тоже правила с 0, нулём, наверное, 0, ну да. С 0 просто говорит 0, кто-то говорит 0, кто-то говорит 0, ну ладно. Правила тоже повторили, да, различные там на умножение, на сложение, на вычитание, то есть 0 это ничего, да, вот. У мамы было 5 конфет, и ты маме дал ничего, ну не сколько конфет, сколько у мамы осталось конфет, конечно же 5, то есть не имеет значения. Вот такая вот работа у нас получилась, давайте с вами поставим оценочку, и, кстати, мы ставим оценочку и за аккуратность работы, да, и за правильность. То есть не удивляйтесь, что две оценки, одна оценка за саму работу, и вторая оценка за общий вид в тетради, вот. Всё, увидимся через секунду. Ну, сразу понятно, да, что в первый день, во 2 сентября у нас не будет каких-то огромных талмутов, заданий, это всё будет чуть-чуть попозже. Сегодня мы немного входили в процесс, так сказать, выполнили некоторое количество упражнений, что-то делали устно, что-то делали письменно. Ну вот в данной работе как раз-таки у нас, в принципе, всё хорошо, но тут и не может быть плохо. Я уверена, что у большинства деток в тетрадях с этой работой будут пятёрки и четвёрки. Здесь у нас одна ошибка из-за того, что ребёнок не дописал, да, и за эту работу я поставлю ему оценку 5 с минусом. 5 с минусом, потому что, ну, в остальном работа была из двух упражнений, в принципе, из двух упражнений одна ошибка. Я думаю, что четвёрку ставить весьма, ну, неправильно, поэтому я поставлю 5 с минусом, чтобы у него была мотивация получить чистую пятёрку. Что ж, на этой прекрасной ночи мы с вами прощаемся. Кому нравится контент такого формата, не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прожимать лайки, потому что обратная связь, это очень-очень важно. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. А с вами была Лера, увидимся совсем скоро, всем до новых встреч, пока-пока!